Если историческое фехтование и выделят в отдельный вид спорта, то, пожалуй, он будет самым зрелищным. А пока это разновидность исторической реконструкции, но соревновательного момента никто не отменял. Поединки определят победителей в трех направлениях – щит и меч, парные и групповые бои. Турнир проходит в третий раз и с каждым годом собирает все больше участников. Испытать чувство опасности и получить адреналин натуральным каким-то способом практически невозможно. Не каждый может позволить себе прыгнуть с парашюта, а вот вступить в клуб, обрести новых друзей и братьев, и в братском бою стоять в честь родного клуба, получив дозу адреналина, я думаю, это очень интересно. И именно из-за этого и тут. Ну и, конечно, поддержать историю не только нашей страны, но и вообще всего. Атмосфера и образы максимально приближены к эпохе раннего Средневековья. Требования к участникам строгие. Судьи оценивают мастерство владения оружием и корректное обращение с ним. Хоть мечи и топоры не заточены, воины должны соблюдать технику безопасности. Оценивается и костюм. Он должен соответствовать духу того времени. Общий вес снаряжения может достигать 20 килограммов. Эта кольчуга сделана из 8 тысяч колец и весит 11 кило. Все снаряжение сделано вручную, как у настоящего средневекового воина. С помощью специального приспособления на пруд наматывается пружина. После этого отсекаются кольца с захождением один за другой. Потом половина колец отделяется от другой половины. Сразу расплющивается, сверлится и проклепывается. Вторая половина плетется пять в один. Ну и, соответственно, по крою пока к рубахе. Кто-то подраться приезжает, кому-то истории интересно, кому-то интересно просто ездить, путешествовать, друзьями встречаться. То есть у каждого свое какое-то желание. Один из организаторов турнира – Анапский военно-исторический клуб «Черномор» существует с 2006 года. Порядка 20 его участников работают в трех эпохах реконструкции – викинги, княжеская Русь, а также времена черноморских казаков. В этом году анапчане поедут в Ростовскую область на Каяльские чтения. С каждым годом, конечно, клуб развивается. Сейчас уже проводим свое мероприятие. То есть это один из показателей того, что клуб живет и что процветает. По итогам турнира в номинации «Щит и меч» первое место занял участник клуба «Южное княжество». В вольной номинации лучшим стал Максим Литовиченко из Краснодара. А самыми сплоченными оказались участники клуба «Гулинбурсти», одержав победу в командном бою. Лидеры турнира получили дипломы и кубки, ну а зрители – яркие и незабываемые впечатления. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа-регион.